Аль-Аль-Ислам, у них есть шиар, то есть вещи, которые называются шиар, то есть знаки, какие-то обряды, что есть, под ними имеется в виду, что если ты их увидишь, ты поймешь, что человек из Ахли-Сунна, или если увидишь, что их нет, ты понимаешь, что человек противоречит Ахли-Сунна. Как, допустим, одеяние, как, допустим, человек одевает камис, или закрывает голову, или опускает бороду, или укорачивает свои штаны, притупляет взор. Побуждает к одобряему, запрещает порицаемое, но это в рамках шариата. Ты видишь, что он пьет и ест правой рукой. Он сторонится сплетен, намима, гиба. Он правдив. И точно так же у нас женщина. Есть ли, говорит, разница между иудеем, христианином или мусульманином? Да, во-первых, конечно, есть разница в убеждении, в идеологии. Разница в местах, где они совершают поклонение. Точно так же в образе внешности есть разница. Поэтому точно так же женщина. Если, допустим, женщину погрузить, скажем так, в общество неверующих, она должна отличаться от них. Должно быть видно, что она исчезла мусульман. Хиджабом своим. Мусульманин никогда не раскрывает свои аурат. Он скрывает свои аура, свои постыдные, посрамные места. Не может он их раскрыть и открыть. Даже во время плавания. Обязательно мужчина должен закрыть от пука до колен. Что же касается намаза, то он должен закрыть эту часть от пука до колен, закрыть плечи и наилучшую одежду надеть. В наше время, если ты идешь в мечеть, В наше время, если ты идешь в мечеть, А ведь Всевышний Аллах сказал в Куране, чтобы люди приукрашали себя перед намазом, то есть наилучшее одеяние на себя одевать. Что же вы думаете о том, что мечеть Харама или мечеть пророка, В некоторых странах, Где надевают штаны, брюки носят. Несмотря на то, что там одевают штаны, брюки и так далее, но ты же можешь в портфель положить в хамис с собой носить. Когда ты совершаешь намаз, взять, вытащить из портфеля и совершить. Ведь у нас есть проблема, когда человек совершает намаз и делает поясной поклон или же земной поклон. Если он будет молиться в штанах и у него откроется аурат сзади, допустим, то его намаз может быть недействительным. Тем более сейчас вы находитесь в стране мусульманской, хвала Аллаху. То, пожалуйста, проявляйте это в своих одеяниях, в мусульманский внешний вид. Потому что мусульманин на нем должен проявляться его ислам. Внешне так же. Потому что даже неверующие на вас смотрят. И говорят, клянусь Аллахом, многие из неверующих хотят одеваться так, как одеваются мусульмане. Допустим, в Чехии. Однажды, говорит, пришла одна неверующая женщина в центр исламского. Она и сказала, говорит, я видела, как женщина-мусульманка покрыта хиджабом. По телевизору видела. И тоже хочет надеть так же одеваться. Ей предложили ислам, говорит, принимай ислам. Она говорит, не, не, не хочу, хочу вот хиджаб только носить. Нет. Но ей дали хиджаб. И начали ее призывать и так далее. Она, в конце концов, через две недели приняла ислам. Мы в наше время говорим, что мусульманка должна надевать хиджаб. И этот хиджаб правильный должен быть, а не просто там облегать и там украшать. То есть, когда вы побуждаете к этому мусульманок, она же так же может тебе ответить, да ты тоже тогда одевайся, как мусульмане, мужчины одеваются. Но вместе с этим всем ты не должен одевать то, что называется либаса шухра. То есть, одежда, которая тебе известности придает. Будет неправильно, если, говорит, в России человек оденет, допустим, хамис, платок, вот этот шимах, который называют айкаль, вот это кольцо он наденет, и вот эту сверху коричневую накидку, и будет туда ходить. Нет. Нет. Но в основе. Нет ифрата, нет ифрата. Не должно быть ни чрезмерности, ни упущения. То есть, середина золотой в этом вопросе должен мусульманин придерживаться. Потому что одежда, она отличает мусульманина. Даже если какая-то женщина, может быть, она плохих нравов, скверных нравов и так далее, то она не сможет покуситься на человека, на которого внешне видно, что он мусульманин. Даже думать о нем не будет. Нет. Очень важно, чтобы на мусульманине проявлялись следы его ислама. Да. Да.